Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем готовить пиццу, но не простую, а закрытую, или по-другому пиццу кольцонью. Но готовить я буду сегодня не одна, а в компании своего друга, замечательного блогера Виталия Покашеварина. Виталий, привет! Юля, привет! Ты готовишь пиццу кольцонной, это чертовски классно! Я буду на своем канале готовить пиццу с тромболи, это еще один из вариантов закрытых пицц. Для приготовления своего варианта пиццы кольцонной я буду использовать дрожжевое тесто для пиццы, которое я уже приготовила заранее. Ссылка на этот рецепт перед вами на экране, и также я оставлю ее под этим видео. Сегодня я не буду использовать обычный кетчуп, а приготовлю соус своими руками. Так будет намного вкуснее. Мне потребуются помидоры в собственном соку, их можно купить в любом магазине. Выкладываю их в ковшик. Туда же добавлю чайную ложку томатной пасты, чтобы соус был немного гуще и чуть ярче. Соус нам нужно будет немного проварить на медленном огне. Для большего вкуса я добавлю немного соли, потому что помидоры не сольют. Немного сахара. Перемешаем. И совсем немного, буквально пол чайной ложечки, яблочного уксуса. Варим наш соус буквально несколько минут. Для дополнительного вкуса и аромата добавим немного черного молотого перца. Соус готов, можем его выключить и немного остудить. Кстати, пока мы занимаемся приготовлением теста и начинкой, включите духовку и пусть она разогреется до максимальной температуры. Для своей пиццы в качестве начинки я буду использовать ветчину, сыр моцарелла, грибы-шампиньоны и небольшую веточку зеленого базилика. Раскатываем тесто в тонкий пласт. И стараемся, чтобы у нас получился ровный круг. Раскатываем тесто от центра к краям. Зрительно делим наш круг на две части. Будем делать с вами большой чебурек. И на одну половину будем выкладывать начинку. Сначала выкладываем ветчину. Поверх ветчины выкладываю ломтики грибов. Дальше добавим совсем немного зелени зеленого базилика. Он добавит немного пикантности и ярких пятен. И следующий этап. Выкладываем кусочки моцареллы. Я их порезала помельче. Можно сделать более крупные куски. Все это выкладывается в произвольном порядке. Накрываем слоем теста. Получается полукруглый пирог. И теперь нам осталось только фигурно защипать края, чтобы начинка не вытекала. Делаем такой аккуратный кантик. Переносим нашу пиццу кальсону на лист вверх. А теперь очередь соуса. Готовый соус мы измельчим с помощью погружного блендера. Теперь он у нас однородной консистенции, без комочков. Сверху нашу пиццу покрываем соусом. И отправляем в духовку, разогретую до 250 градусов. Юль, ну покажи нам, наконец-то, как получилась твоя кальсоны. Пицца моя готова. Я ее уже разрезала. Посмотрите, получилась она очень красивой. И пахнет она тоже потрясающе. Виталий, а как у тебя дела? А я сделал в это время тоже свою стромболь, и она у меня получилась вот такой вот. Виталий, супер, молодец. Мне кажется, у нас получился замечательный кулинарный дуэт. Если вам понравилось, заходите на наши каналы, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Нам будет очень приятно. Дорогие подписчицы и подписчики Юлианки, переходите на канал по кашеварям. Там есть рецепт пиццы стромболя, а также дофига других классных рецептов от меня. Всем пока и приятного аппетита!